Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Исход», и сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. Она начинается словами «И отвечал Моисей и сказал». То есть продолжается диалог Моисея с Господом. «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь, что сказать им? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он отвечал «Жезл». Это был жезл пастуха, которым пастух пасет своих овец. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Змей на востоке – это не только враг человека, но это и символ мудрости. Жезл пастуха, который превращается в змея, это указание на то, что пасти стадо надо с мудростью, особенно если речь идет о религиозном пастыре. И без мудрости этого не делать. Но здесь происходит чудо. Жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. «И сказал Господь Моисею, прости руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его за хвост, и он стал жезлом в руке его. То есть верующий, особенно христианин, которому Господь дал власть наступать на силу вражию, он может со всяческим дерзновением противостоять врагу и какой-то момент может схватить его за хвост. Мы кто-то или что-то во Христе, в нем его наша сила, и мы никто и ничто вне Христа. Он простер руку свою и взял его за хвост, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». А образ змея был на тиаре фараона. Змей-кобра с открытым капюшоном наверху головного убора фараона. Поэтому схватить змею за хвост означает и схватить фараона за хвост. Кстати, некоторые экзегеты говорят, что это был не змей, а целый аж крокодил. Потому что данное слово, которое у нас переведено как змей, оно может быть переведено и как крокодил. «Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху, то есть под одежду. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее из пазухи своей, и вот рука его побелела от проказы, как снег». Конечно, это было потрясение для Моисея. В те времена люди очень боялись проказу. «Еще сказал ему Господь, положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. То есть происходит исцеление. Моисей – это будет тот человек, который принесет исцеление целому народу, даровав им заповеди Бога. А заповеди, как мы знаем, они даются не для смерти, а для жизни. И исполняющий закон жив будет законом. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум всем знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Вода, взятая из Нила, это вода, взятая из того самого Нила, в котором топили еврейских младенцев. И когда ее выливают на землю, она становится кровью, кровью тех самых младенцев. Через это как бы Бог покажет всем, что Он не забыл погибших младенцев, и день мщения за младенцев, Он приближается. И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Существует древнее предание о том, почему Моисей был косноязычный. То есть он говорил с трудом, как будто его речевой аппарат имел некие затруднения. Это предание рассказывает о том, что когда Моисей, будучи еще маленьким мальчиком, жил во дворце фараона, то однажды фараон взял его к себе на коленки поиграть с ним. И когда я посадил его к себе на коленки, ребенок махнул рукой и сшиб тиару с фараона, и она с грохотом полетела на землю. И вот собрались мудрецы Египта и стали думать, а почему он так сделал, может быть, это знамение, египтяне были очень суверные, может быть, он свергнет власть фараона когда-нибудь. И они решили испытать этого маленького мальчика. Они принесли два блюда. На одном блюде были драгоценные камни, на другом горящие угли. И они предложили мальчику со словами «Бери и положи в рот». И они думали, если у него какая-то внутренняя хитрость, и он уже смышленый, он возьмет, конечно, драгоценные камни. А если не смышленый, он возьмет эти угли, потому что они ярче горят, ярче блистают. И вот, когда поднесли два этих блюда, Моисей, он был смышленым уже с детства, и он хотел взять драгоценный камень, положить себе в рот, но ангел его шлепнул по руке, и он схватил горящий уголь, засунул себе в рот, обжег себе сильно как-то язык, и потом он говорил немножко так гугниво. Невнятно. И вот здесь он говорит Богу, что вот есть у него такой дефект, и он не очень понимает, как он сможет с таким дефектом совершать служение пророка. А пророк – это человек, который должен что-то говорить. Господь сказал Моисею, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь Бог? В Библии сказано, от избытка сердца говорят уста. А кто наполняет наше сердце верою? Чтобы мы говорили слова веры? Конечно, сам Господь. Моисей не верит в свои силы, он сомневается в себе, не в Боге, в себе. Но Бог ободряет его. Это характерная черта пророческого дара. Посмотрите книгу пророка Иеремии, первая глава с 4 по 10 стих. Там тоже призываемый Богом пророк Иеремия, он начинает как бы немножко прикословить Богу, осознавая свое недостоинство. И Господь говорит ему, «Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господина Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина?» Что значит левитянина? «Из колена левина». «Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать». И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Здесь слово «бог» надо поставить в кавычки. Имеется в виду, что Аарон будет при Моисее как пророк Моисея. «И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». То есть другие знамения и другие чудеса. Не только то, что вот когда этот жезл бросали на землю, он превращался в змея. И вот Моисей теперь вооружен этими ободрениями Бога, он знает, что у него будет помощник, который поддержит его в его служении, это его старший брат Аарон. И мы знаем, что Господь посылал апостолов на проповедь подвое, чтобы один поддерживал другого. Это очень важно, когда мы взаимно поддерживаем друг друга. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестью своему». Ну, я уже говорил, его тесть называется то Ругуилом, то Иофором, то Итро. У него было несколько имен, потому что у него были разные духовные качества. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестью своему, и сказал ему, «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли, еще они». И сказал Иофор Моисею, иди с миром. Спустя много времени, добавляет текст Септуагинты, умер царь египетский. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди, возвратися в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». Вот эти слова перекликаются со словами из Евангелия от Матфея 2.20, где говорится, что умерли все, которые искали души младенца, когда Ирод издал указ избить всех младенцев от двух лет и ниже. И в случае с Моисеем были избиты все, и в случае с младенцем Иисусом были наказаны тоже все. Бог не оставляет без наказания тех, которые посягают на маленьких детей или на избранников Божьих, на его пророков. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую, и жезл Божий Моисей взял в руку свою». Вот здесь Моисей совершает ошибку. Бог ему не говорил, что надо идти в Египет со всем семейством, и потом его семейство окажется опять в Мадиамской стране, откуда его тесть потом приведет уже их к Моисею, когда они уже выйдут из Египта, потому что брать с собой в такое рискованное путешествие жену детей небезопасно. «Взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую, и жезл Божий Моисей взял в руку свою». А почему напоминание о жезле? Потому что Бог говорил, жезл возьми, но Бог не говорил, что надо и семью брать с собой. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Что значит «ожесточу сердце его?» Подобные выражения часто встречаются в еврейских текстах. Богу в первопричине всего приписывается то, что совершается человеком, но при этом не отрицается свобода действий самого человека. И ценность или греховность его поступка этой свободы обусловленная. Другое возможное объяснение настаивают комментаторы. «Человек в состоянии падения привязан ко всему земному и потому он склонен противиться». То есть вот это сопротивление воле Бога, оно как бы вложено в каждого человека, и фараон будет противиться воле Бога не потому, что это воля Бога, а потому, что это зло уже гнездится в каждом человеке как результат грехов падения. Поэтому не надо думать, что слава Бога, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа, что вот Бог так делает с этим фараоном, их надо понимать несколько иначе. А как? Его сердце раскроется таким, какое оно есть. Он жестокий, и он будет вести себя жестоко, и Господь не будет ограничивать его свободную волю в этом случае. И далее. «И скажи фараону, так говорит Господь, Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой». Здесь, кстати, впервые об израильском народе говорится как о первенце, как о народе избранном и о правах первородства. Об этом можно посмотреть у пророка Осии, 11 глава, 4 стих. И вот эти права первородства, они в то же время неотделимы от соответствующих обязанностей. То есть первородство, оно не безусловно, и его можно потерять. Кстати, еврейский народ потерял первородство. Он, правда, не потерял Божьих благословений. Господь продолжает о них заботиться. Как потерял первородство Каин, как потерял первородство Измайл, сын Авраама, как потерял первородство Исаф, сын Исаака, как потерял первородство Рувим, сын Иакова. Вот в каждом случае очень часто в Библии мы видим, как первородные теряли свое первородство. Это все указывает на трагедию Израиля, который тоже потерял свое первородство. А то, что еврейский народ были первенцами, Бог так и говорит, Израиль мой первенец, но первенцы все трагическим образом в Библии теряют первородство и Господь заменяет другими, как еврейский народ, как народ Божий был заменен христианским народом, который сейчас является народом Божиим. И скажи фараону, так говорит Господь Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой, «Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». А кто же это сын? Фараон, его первенец. Здесь под образом фараона понимается и сам дьявол. Если мы посмотрим, как древние отцы, особенно отцы синаиты, понимали исход из Египта, то там фараон – это всегда дьявол. А первенец дьявола – это антихрист. И он точно будет убит Господом, когда Христос дыханием уст своих убьет антихриста. Вот здесь это пророчество. А если не отпустишь его, то есть пленишь церковь, будешь угнетать церковь, то вот я убью сына твоего, первенца твоего, антихрист будет умершлен. Далее говорится. «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Кого его? Моисея? Почему? Бог со своих избранных, как я часто говорю, спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Почему Господь хочет его умертвить? Он не обрезал, он не обрезал крайней плоти сына своего. И вот жена Моисея ведет себя более разумно, чем Моисей. «Тогда Сепфора, то есть когда муж был в агоне, в горячке, Господь хотел его умертвить, тогда Сепфора взяла каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего, скорее всего, речь идет о втором сыне, и, бросив к ногам его, то есть Моисея, сказала, «Ты жених крови у меня!» и отошел от него Господь». Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». «Жених крови по обрезанию». То есть то, что она совершила, это было что-то очень такое серьезное. То есть она исполнила всякую правду, ведь завет обрезания Бритмила был дан еще Аврааму, а Моисей потомок Авраама, и он должен был строго соблюдать этот завет. «И Господь сказал Аарону, как он уже и обещал Моисею, пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел, и встретился с ним при горе Божьей, и поцеловал его, и пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал, и пошел Моисей с Аароном. И собрали они всех старейшин, сынов Израилевых, и пересказал им Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамения пред глазами народа, и поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Вот такое удачное начало миссий. Аарон приходит в пустыню, чтобы встретить Моисея при входу в землю египетскую. Они встречаются со старейшинами. Моисей пересказывает им слова Бога, скорее всего, через Аарона, потому что выше мы прочитали, что он все рассказал Аарону. Потом Моисей показывает чудеса и знамения, и народ поверил. И с благодарностью поклонился и преклонился перед Господом. Они поверили в то, что избавление близко, и оно неизбежно наступит. Субтитры создавал DimaTorzok